В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Неделя индустриализации в Карагандинской области. В рейтинге областей нашей страны по уровню индустриально-инновационного развития Караганда занимает второе место после города Астаны. С 23 июня в Карагандинской области стартовала неделя индустриализации. Посвящена она подведению итогов реализации первой пятилетки государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. В областном Акимате прошло очередное заседание Координационного совета по реализации государственной программы ФИИР, на котором был рассмотрен ряд проектов, рекомендуемых для включения в карту индустриализации, а также реализуемых по программам Дорожная карта бизнеса 2020 и развития моногородов. Для включения в карту индустриализации были представлены два проекта расширения и модернизации производства Карагандинан и создание племенного репродуктора ТОО «Табыз Аграде» из Осакаровского района. По программе Дорожная карта бизнеса 2020 были рассмотрены проекты по производству стальных канатов ТОО «Каз Метиз» и мостовых и козловых кранов ТОО «СП Оптим Кран Казахстан», капитальный ремонт и реконструкция авторемонтного предприятия и другие. Рассматривался вопрос и о продлении сроков субсидирования на один год по проекту обновления подвижного состава ПК «Стека» в Тимиртау. В Тимиртау городские автобусные маршруты 01, 03, 04 обслуживают ПК «Стека». С 2011 года это предприятие включено в государственную программу «Дорожная карта 2020». Эффект, что называется, налицо. Новые автобусы не вызывают нареканий ни у пассажиров, ни у принципиальных гаишников. Да и внутренняя жизнь автопредприятия изменилась в лучшую сторону. Снизились расходы на ремонтные работы. Увеличилось количество рабочих мест у нас на 4 человека. Значит, санитарным требованиям теперь наши автобусы отвечают. Техническим требованиям автобусы наши отвечают. По итогам первой пятилетки достигнута положительная динамика роста качества и количества проектов карты индустриализации. Всего в карту за 4 года включено 80 проектов на сумму 500 миллиардов тенге с созданием более 12 тысяч рабочих мест. Возникла прочная база для создания среднего класса в регионе. И она тоже является итогом реализации государственных программ. Мы кредитуемся через банк «Центр кредит», который нам дали 10,5% у нас всего годовая ставка. То есть нам 7% идет по программе «Дому» государственная программа и 3,5% за нас мы гасим банку. Безусловно, это выгодно, рентабельно и хорошая помощь для развития малого и среднего бизнеса. А повышение качества обслуживания почувствовали сами пассажиры в Тимиртау. На координационном совете в рамках программы развития моногородов обсуждались проекты из Балхаша и Тимиртау, в их числе по модернизации асфальтобетонного производства ТО «Тастемир», модернизация станочного парка ТО «Металл Инвест Кейзет» и приобретение техники для грузоперевозок ИП «Ткачев». На заседании также обсуждался вопрос о создании индустриальной зоны в Караганде. В частности, отмечалось, что ее создание позволит оптимизировать затраты на подведение коммуникационной инфраструктуры для новых производств, сконцентрировать взаимосвязанные производства на одной территории и повысить экономическую эффективность ее участников, а также улучшить организационные условия для развития предпринимательства. Сергей Высокосов, Нурсултан Исаев, Бахтия Руспанов, 1-й Карагандинский. Состоялась очередная 26-я сессия областного маслихата. На ней обсуждались вопросы исполнения областного бюджета за 2013 год, усиления борьбы с коррупцией в Карагандинской области. В работе сессии маслихата принимал участие и Аким области Нурмухамед Абдебеков. Заседание прошло под председательством депутата областного маслихата Сергазы Адыкенова. Первым обсудили вопрос исполнения областного бюджета за прошедший год. Поступление средств из городских бюджетов областной обеспечено в полном объеме. Общая сумма составляет 3,5 млрд тенге. В том числе из города Жизказган поступило 949 млн, из города Тимиртау 2,062 млрд тенге. Исполнение бюджетных кредитов также выполняется согласно планам. Бюджетные кредиты запросили в областной бюджет в размере 354,1 млн тенге, местными исполнительными органами районных городов и финансовых агентствах срокопоглашения в 2012 году. Поступление займа из республиканского бюджета составило 2,760 млрд тенге. В том числе 1,565 млрд поступили на проектирование строительства и приобретение жилья. 322 млрд были направлены на реализацию социальной поддержки специалистов. Следующим актуальным вопросом сессии областного маслехата стало дальнейшее усиление борьбы с коррупцией в области. При департаменте по борьбе с экономической и коррупционной преступностью функционирует общественный совет. Он организован в целях снижения уровня коррумпированности во всех сферах жизнедеятельности общества. В 2013 году в департаменте по борьбе 12 граждан за содействие органов у нас были в борьбе с борьбой с коррупцией на общую сумму в миллион 200 тысяч рублей. С начала этого года по борьбе уже 70, на общую сумму порядка 800 тысяч рублей. Сотрудниками данного департамента за 12 месяцев 2013 года было выявлено 112 коррупционных преступлений, тогда как с 1 января 2014 года уже выявлено 91 преступление. За аналогичный период 2013 года выявлено 65 преступлений. Таким образом, рост количества выявленных преступлений уже составил 29%. Здесь можно сказать о возложенных трех уголовных делах по отношению руководителя по управлению ТАГНАСС, занятость на сегменте социальных программ и срегментов. Главное списывание с отделом по задумке для этого же ГУ, и другие из которых в РУПе совершали сгемию законных действий при проведении процедуры в Крон-клубе. Рассмотрение данного вопроса в Маслихате является хорошей предпосылкой для эффективности противодействия коррупции. Прокуратурой Карагандинской области также проводится большая работа по борьбе с коррупционной преступностью. В прошедшем году выявлено 5 фактов с возбуждением 27 коррупционных уголовных дел в отношении 13 должностных лиц. А в этом году 2 факта с возбуждением 15 уголовных дел и привлечением 8 должностных лиц. Глава региона Нурмухаммед Абдебеков отметил, насколько актуальными являются вопросы, которые обсуждались на сессии. Эти два ухода действительно важны. Во-первых, как область правильного оборудования, само по себе освоение бюджета на 99,7% это очень хорошо показать. Понимая те предложения, которые сегодня были озвучены, мы с теми коллективными посоветов с ним, как дальнейшим при исполнении текущего бюджета текущего года, при планировании бюджета следующую 15-ю, 16-ю. Как использовать вот эти большие реализации? Думаю, что это должно быть хорошо. По всем рассмотренным на 26-й сессии областного маслехата вопросом были приняты соответствующие решения. Гульнур Жакен, Олжас Габасов, Бахтиар Успанов, Первый Каргандинский. В рамках реализации государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы в области разработана концепция развития базовых отраслей промышленности, внедрение программно-целевых методов управления промышленным комплексом. Этой возможностью воспользовался и гостиничный комплекс «Метелица». Государственная программа «Дорожная карта-2020» поддерживает малый и средний бизнес не на словах, а на деле. Именно этой программе обязана жизнью новая гостиница в Караганде «Метелица». Своими средствами у нас, конечно, это не получилось. Здания выстроились, четыре этажа, не хватало катастрофических средств, и мы подали заявку на дорожную карту на собственное садирование. Нам не отказали. В общем-то, спасибо большое, что предпринимателям, так скажем, помогают свои задумки, свое реализовать в жизни. Новый гостиничный комплекс «Метелица» находится в самом центре Караганды и предлагает своим клиентам услуги по размещению в ВИП, люкс и стандартных номерах. Ресторан «Европейская и русская национальная кухни» – две сауны с бассейном. На сегодняшний день в штате 22 рабочих места. Комплекс включает в себя все виды гостиничных номеров от стандарта до люкс. В гостинице имеется два вип-номера, 9 люкс, 17 стандартных. В гостинице оснащена комната с тренажерами, бесплатный доступ к Wi-Fi и интернету, комната для переговоров, комфортабельный лифт. Гостиничный комплекс «Метелица» соответствует международным стандартам. Жизераб Дреимова, Ужас, Гопаза, Бахтеров, Спанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Торговая марка «Галвин» представляет Эконом-серия «Профиль Галдек» 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм Представляет собой качественное и экономичное решение Если вам нужны внутренние перегородки в магазин Офис, балкон или лоджию – это ваш профиль Стандартная система «Профиль Галвин» Профиль Галвин 60-й серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система «Стандарт» относится к классу А А значит, полностью соответствует современным требованиям Качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия «Эксклюзив» Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Галвин морозостойкий, надежный, прочный С 26 по 27 июня в Карагандинском государственном техническом университете Проводится международная научно-практическая конференция На тему наука, образования и производства Ведущие факторы стратегии Казахстан-2050 В актовом зале главного корпуса КРГТУ состоялось открытие форума С приветственным словом к его участникам Обратились представители Министерства образования и науки Республики Казахстан И Карагандинского областного акимата В рамках конференции состоялись презентации Пяти центров рабочих профессий И трех центров промышленного инженеринга КРГТУ На данную конференцию представили 458 докладов Из России, очень много докладчиков Из России, из Германии, Франции, Великобритании По проблемам горно-металлургического комплекса По строительству, транспорту и по зеленой экономике На пленарном заседании с докладами выступали Ректор КРГТУ, профессор Берлинского технического университета Председатель правления корпорации Казахмыс Также на конференции были руководители промышленных организаций И научных центров Казахстана, Германии, Франции, Великобритании, России, Польши и Литвы На конференцию поступило более 400 докладов От 150 научных, образовательных и промышленных организаций Казахстана Ближнего и Дальнего зарубежья Лариса Хусейнова, Искандер Капыбаев, Первый Карагандинский 26 июня, в канун профессионального праздника Дня работников связи и информации Состоялось торжественное вручение премии Акима области Алтен Сункар Журналистов награждали в 10 номинациях Как известно, эта премия была учреждена 8 лет назад Для поощрения работников средств массовой информации Которые вносят наибольший вклад в развитие области В освещение проводимых социально-экономических преобразований Аким области Нурмухамбет Абдебеков Поздравил присутствующих с профессиональным праздником Работники средств массовой информации Дорогие друзья От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником Мои особые поздравления Сегодняшним лауреатам премии Акима области Безусловно, эти премии Благодарность за ваш труд Которым вы делаете наш информационный мир богатым и насыщенным Всего на конкурс поступило более 120 заявок Из всех городов и районов области Решением конкурсной комиссии премии Алтен Сункар Были удостоены 10 журналистов По 10 номинациям 11 номинация коллективная Ее выиграл телеканал города Балхаш Уркен Медиа В номинации за первые успехи Победила Салкамбаева Мирамгуль Главный редактор телеканала Первый Карагандинский Журналистов поздравили и казахстанские звезды эстрады Жезер Абдраимова, Олжас Габаза, Бахтер Успанов, Первый Карагандинский 26 июня в спортивном комплексе Янбек состоялась встреча с воспитанниками спортивной школы Жас Сункар Завоевавшими за полгода чемпионские титулы в трех видах спорта Дзюдо, Самбо, Казах Креса Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа Жас Сункар Славится своими спортсменами Спортивная школа Жас Сункар завоевала за полгода чемпионские титулы в трех видах спорта Дзюдо, Самбо, Казах Реса На прошедшем чемпионате среди юношей в Исаковске Наши мастера Казах Реса взяли три золотые медали Нартулик Каракисеков, Марат Зангар, Санжар Балгамбеков На завершившемся 15 июня в городе Павадаре чемпионате Республики Казахстан По дзюдо карагандинцы завоевали три золотых, два серебряных и три бронзовых медали Чемпионами Казахстана стали дзюдоисты Сары Мукатай, Санжар Балгабеков, Санжар Джапаров В городе Байкунар прошел чемпионат Республики Казахстан по самбо Первое место в весовой категории 84 килограмма у Нуржана Туилбай Теперь спортсмены готовятся к соревнованиям, которые будут проходить осенью Желаем победы нашим спортсменам Впереди небольшая реклама, не переключайтесь Немецкое качество известно во всем мире Это надежность, это уверенность и безопасность Но это и высокая цена Окна Артек – идеальное сочетание максимального комфорта и бережливости Безупречное немецкое качество по доступной цене Окна Артек – ваше спокойствие на долгие годы Артек – окна для жизни В Казахстане все так же держится аномально жаркая погода Как отметили синоптики, такая температура выше климатической нормы на 2,6 градуса По словам синоптиков, подобная погода в Казахстане в это время года жарче на 2,7 градусов против обычной 40-градусная жара не щадит никого Особенно страдают сердечники Уже появились первые пациенты скорой помощи с тепловыми ударами По области в ближайшие дни также сохраняется жара Местами сильная жара По области мы прогнозируем 33-38 Местами до 41 градуса жары То есть это ожидаемый на юге области Эта погода сохранится в ближайшие несколько дней То есть до конца июня Но уже в начале июля в связи с циклонами, которые к нам приходят с севера Мы ожидаем дождливую погоду С 1 по 4 июля в Карагандинской области ожидаются дожди Местами сильные Возможен град, гроза и понижение температуры от 17 до 25 градусов по Цельсию И в завершении выпуска небольшое объявление 29 июня в Центральном парке культуры и отдыха Караганды Состоится татаро-башкирский праздник Сабантуй Приглашаются все желающие На этом наш выпуск завершен Спасибо за внимание Приятных вам выходных Аман Сова был унстар Редактор субтитров А.Семкин